В последнее время игры, в которые Армения играет на политической арене, похожи на слепое поведение ребенка. Находясь в безвыходной ситуации, Ереван, который не знает, что делать, все еще не может принять решение. В регионе с множеством экономических возможностей, таком как Южный Кавказ, в любом случае странно, что такое государство, как Армения, до сих пор не может определить свою позицию, особенно потому, что оно лишено стратегического союза с Турцией и Азербайджаном как соседним государством. Потому что эта страна пытается создать провокацию и напряженность в регионе при каждой возможности, но в конце концов она становится жертвой всех своих планов саботажа. Стоит отметить, что после 40-дневной Второй Карабахской войны, которая началась в сентябре 2020 года и закончилась славной победой Азербайджана 8 ноября, и местных антитеррористических мер, проведенных в сентябре 2023 года, одним из вопросов, остающихся между Азербайджаном и Арменией, является открытие линий связи, то есть обеспечение полной работоспособности Зангизурского коридора на Южном Кавказе. Открытие этого коридора прежде всего создаст переходную зону между основной территорией Азербайджана и Нахчеванской автономной республикой, которая является частью территории Азербайджана и имеет большое значение в рамках региональной политической конфигурации. Кроме того, это может привести к созданию новой дороги между Азербайджаном и Турцией, тем самым сблизив страны тюркского мира. Кроме того, Зангизурский коридор представляет собой новую альтернативу растущей в последние годы экономической транспортной сети Китая. Эта альтернатива может облегчить транспортировку товаров из Китая в восточные провинции Турции, а оттуда в Европу, через Средиземное море или Стамбульский Босфор. Таким образом, Зангизурский коридор потенциально может стать важным торговым маршрутом между европейским и азиатским континентами. Однако этот проект не соответствует коварным планам Армении и глубоко подрывает планы как правительства Армении, так и ее западных союзников. Вот почему официальный Ереван иногда обвиняет своих союзников, и особенно Россию, в отсутствии поддержки, в блокировании этого экономически важного и традиционного шелкового пути, соединяющего Восток и Запад. Главной причиной того, что Армения отворачивается от своего бывшего союзника России, является Российско-Украинская война, которая продолжается последние несколько лет. Тот факт, что главный, но бывший покровитель власти Пашиняна, занят совершенно другими делами и не в состоянии обеспечить армян военной техникой, приводит к тому, что Армения может не только искать покровителя в другом месте, но и покинуть ОДКБ. Армения, бессильная без помощи России перед Азербайджаном, прибегает ко всем доступным ей способам, умоляя о помощи, даже обвиняя собственных граждан в тяжелом поражении в своей неоправданной войне, и предпринимая глупые шаги в политической сфере. Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян заявил, что правительство Армении должно было присоединиться к Белорусско-Российскому Союзу, но местное население помешало этим планам, избрав правительство Пашиняна, и он называет армянский народ виновником его провальной политики. Очевидно, что армяне столь же некомпетентны в справедливой дипломатии, сколи искусны в совершении геноцида против населения и распространении ложной информации. Доказательством этого является то, что люди, которые должны защищать права своих граждан и выступать от их имени, обвиняют в своей вине собственные народы. Спикер также обратил внимание на отношения Азербайджана с Россией и попытался усилить предубеждения Запада против Азербайджана, который уже считает дни, чтобы подорвать российские власти. Подобными речами Армения готовит свой конец и намерена развязать новую войну против Азербайджана. В настоящее время правительство полагается на Запад, особенно на своего, казалось бы, дружественного врага – Францию. Однако совершенно очевидно, что Франция использует Армению, чтобы освободить себе место на Южном Кавказе. Эта страна, потерявшая свои колониальные территории в Африке, ищет лучшую зону, которая даст ей больше стратегических возможностей сражаться на трех фронтах против России, Турции и, конечно же, Азербайджана. В то время, когда Южный Кавказ нуждается в безопасности и мире, Армения – единственная страна в регионе, которая совершает непоправимые ошибки, полагаясь на коварные планы Франции. Мы не должны забывать, что Армения получала жесткий ответ на каждый провокационный шаг, который она предпринимала до сих пор, а Азербайджан достаточно четко напомнил о своем месте и границах. Если официальные лица этой страны все еще думают, что Армения может восстановить гегемонию на землях, которые она когда-то оккупировала посредством многочисленных провокаций и банальных речей, то можно сказать, что Армения управляет мышлением, которое не может делать выводы из своих ошибок и готова подвергнуть опасности регион в процессе мирных переговоров.